20 июня по всей России стартовала приемная кампания 2024 в высшие учебные заведения. Наши корреспонденты подготовили материал о том, какие специалисты сегодня нужны в Верхней Волжье, чтобы региональная экономика росла и развивалась, а также о том, чем будут удивлять топовые вузы региона, о количестве бюджетных мест и целевых направлениях. Подробности далее. В новом учебном году для образовательных организаций высшего образования Верхней Волжье установлены контрольные цифры приема граждан на обучение по образовательным программам высшего образования – 3213 мест. Прирост в 653 места по сравнению с прошлым учебным годом. Сегодня в Тверской области самые востребованные специалисты в сферах образования, строительства и здравоохранения. Медики нужны больше всего. В этом году зафиксирован рост бюджетных мест и бум целевиков в Тверском государственном медицинском университете. Вектор развития на целевое образование. Целевых мест у нас довольно много. 168. Университет имеет 394 бюджетных мест. Приемная компания имеет приоритетные зачисления. Как раз целевики – это приоритеты. Они будут зачислены уже у первую волну. Вторая волна будет до 12 августа. Там будут зачисляться уже и на бюджетный конкурс, будет бюджетный, и вне бюджетная деятельность. Также в числе самых нужных специалистов сегодня числится педагогия. Стать учителем хочет уже осознанный человек, поскольку получать высшее педагогическое образование, как правило, идут после колледжей и техникумов, рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии ТВГУ. К слову, приемная компания в Тверском государственном университете несколько отличается от прошлогодней, поскольку набор абитуриентов ведется не только по направлениям, но и по профилям. После колледжей, техникумов, лицеев люди приходят, то они подают до 15 июля, потому что с 16 начинается уже внутреннее испытание. Если мы говорим по результатам ЕГЭ, абитуриенты, которые приходят, подают документы, то до 25 июля. Поступающий может подавать на несколько профилей, 5 направлений и еще несколько профилей. Бюджетных мест у нас много в этом году. По всем уровням образования это около 1300 мест. Стране и регионам по-прежнему нужны инженеры и специалисты в сфере IT-технологии. Таких профессионалов готовят в том числе в Тверском государственном политехническом университете. Ежегодно по этим нужным и важным для страны и региона профилям увеличивается количество бюджетных мест. В этом году Тверской политех бесплатно обучит 659 человек. Увеличение произошло на факультете информационных технологий. То есть год в год он является самым востребованным. Также практически в два раза было увеличено количество бюджетных мест на машиностроительном факультете. Для нашего вуза проходным баллом, таким средним, будет являться 160 баллов. На факультет информационных технологий для поступления необходимо порядка 180 баллов. Готовят специалистов агропромышленного комплекса традиционно Тверская государственная сельскохозяйственная академия. Сегодня здесь ждут еще вчерашних школьников, чтобы обучить по 14 направлениям высшего образования, большинство из которых профильные. В академии увеличилось количество бюджетных мест 368 в этом году. По сравнению с текущим учебным годом их стало больше на 40. А также изменился механизм целевого приема. У нас 79 целевых мест. Предложения от заказчиков целевого обучения у нас достаточно. Поэтому абитуриенты могут выбрать любое интересующее их предложение и посмотреть дальше, где они будут трудоустроены после окончания. Тверские вузы ожидают приток абитуриентов примерно через неделю. После того, как ребятам дадут на руки аттестаты и станут известны некоторые результаты ЕГЭ. Подавать документы в высшее учебное заведение можно несколькими способами. Лично посетив вуз, либо дистанционно через свои сайты или суперсервис портала госуслуг. А пока абитуриентам дают совет остознанно подойти к выбору образовательных программ и расстановке приоритетов. По сути, на этом этапе делается важный выбор, чему, где вы будете обучаться. А соответственно, этот вектор укажет вам дорогу в будущее.